Приветствую вас, дорогие братья и сестры! У нас сегодня опять с вами я, Набил. Я хотел бы с вами сегодня пообщаться на очень важной теме. По крайней мере, я верю, что не только для меня и для многих, кто будет нас смотреть сегодня. Мы сегодня с вами будем говорить на такую тему, как антисемитизм. Но я хочу просто сразу сказать, когда я буду говорить о антисемитизм в мусульманском мире, то я буду говорить о священной войне. Потому что священная война в мусульманском мире, она больше, как значит, это есть антисемитизм. Священная война или антисемитизм во многих ссурах Корана, еврейские народы или евреи и также христиане, они прокляты. И поэтому, когда будем говорить сегодня об этих вещах, я бы хотел сначала немножко поговорить об этой проблеме, которые находятся в Коране и по причине, почему появился антисемитизм или священная война в мусульманском мире. Поехали! Давайте мы начнем с того, что написано в Коране. Я скажу сразу, что в Коране, как я уже говорил о том, что евреи и также христиане, они прокляты за то, что они не подчинились Аллаху и пророку Мухаммеду. Например, в суре книга Коран 59-4 написано, это за то, что они отказались от Аллаха и его пророка. И кто отказывается от Аллаха и его пророка, он, Бог или Аллах, силен его наказывать. Другими словами, здесь говорится о том, что все, кто отказывается, принят или подчинится Аллаху и пророку Мухаммеду, Бог или Аллах, мы будем говорить, что он будет его наказывать. Аллах силен наказывать его. Еще раз скажу, мы сегодня говорим именно о евреях. Но где бы ни написано это в местах, которые находятся в Коране, то они бы очень говорится о еврейском народе. Дальше в Коране написано, по этой же причине мусульмане считают, и не должны мусульманы иметь друзей себе среди еврейского народа или среди христиан. Знаете, написано в Коране тоже такая сура 5.56. Это написано всем, абсолютно всем мусульманам. Это касается всех мусульманам. И написано так. «Ой, вы, которые веровали, не берите иудеев и христиан, друзья, они друзья один другому. И если кто берет из себя друзей, то тот и сам один из них». Еще раз повторю. «Ой, вы, которые веровали, другими словами, те, которые мусульманы, или те, которые приняли ислам, они не должны брать себе иудеев и христиан как себе друзьями. И если кто-то из них написано «они», то он становится один из них. Это серьезный, как знаете, знак того, что евреи или христиане в мусульманском мире, они не имеют права, как знаете, находиться в дружеских отношениях. Не по их вине, а по причине того, что написано в Коране. Поэтому мусульмане, они не могут дружить с евреями, с христианами. Знаете, я скажу, что раз я вспомнил об этом место с Корана, я вспомнил себя, когда я покаялся в 99-м году и принял христианство. И если кто-то не знает, я принял еще хамаши именно в еврейской мессианские общины. И мой пастор, или мой первый пастор Давид Ишная, его жена Лесия. И знаете, я очень благодарен им. Я очень благодарен всем, кто когда-то меня принял, я стал их другом, их друзьями, такой же, как и Александр Папазов и другие, другие, очень многие друзья, которые тогда-то действительно Бог служил мне через них. Я увидел Бога в их. Я увидел Бога в том, что, знаете, действительно Бог живой. И знаете, по этой причине, то, что написано в Коране, в том, что не берите себе друзей. Я стал, как знаете, один из тех, которые действительно, как знаете, я стал не только потому, что я принял христианство, стал как предателем, но еще больше, когда стали мои друзья, они стали, как знаете, евреи. И я никогда не стыдился тому, что мои друзья из еврейского народа или христиане. И я сегодня сам горжусь тем, что у меня есть такие друзья, у меня есть такие, знаете, отношения со многими, со многими, со многими людьми. Опять-таки, я очень благодарен этим людям, которые были в моей жизни, как опять-таки, как и Давид Ишная, как и его жена Леси, как и Александр Папазов, который сегодня является раввином общины Врата Сиона. И, кстати, если хочу тоже, как знаете, им большое-большое благодарность за все, что Бог делал в моей жизни через них и просит в них прощения, если есть какие-то, знаете, может было что-то, с моей стороны было что-то не то. Прошу всех прощения. И дальше я хочу просто с вами говорить дальше. Коран, можно делить его на две части. Почему же возникла вот эта ненависть, очень серьезная ненависть к еврейскому народу? Значит, когда появилась эта ненависть к еврейскому народу, значит, абсолютно есть очень серьезные причины. Если взять Коран, то Коран можно определить, что он делится на две части. Одну часть, оно написано было в Мекке, а вторую было написано в Медине. Третий часть, который было написано в Мекке, то все суры или все книги ссылаются на то, что было написано больше, как в Ветхом Завете, библейский Ветхий Завет, и на то, что как иудеи, или они поклонялись Богу. И, знаете, было очень много во всех сурах практически, которые написаны в Мекке, написано о том, что арабы или другие народы должны, как знаете, взять пример еврейской народы, как они поклоняются Богу, как они любят Бога, как они подчиняются Богу, как они смиряются. Но когда вторая часть Корана, это текст, что написано в Медине, мы увидим совсем другое. Мы увидим, как Мухаммед начинает сражаться и начинает называть евреев, и называть христианами, что они его враги, и враги всего общества, или всего народа. Он их называет по-разному, но самое главное, то, что я хочу сказать, почему это произошло. Произошло по одной причине. И это самые главные причины. Я больше чуть-чуть буду говорить об этом чуть-чуть позже, но назову сейчас один важный момент. Тот момент, когда Мухаммед начал, как знаете, говорить о своем послании, послании, или распространять религии ислама, и он пришел к еврейскому народу, он пришел к евреям, чтобы получить от них поддержку. Понимая, кто они такие, понимая, что еврейский народ, действительно, даже по его словам, что с него можно взять пример. Его нужно, и он нуждался в серьезе, в их поддержке. И когда он пришел к ним, попросил у них поддержку, он не просто попросил поддержку, поддержите меня, он хотел, чтобы они его признали, как единственного пророка. Он хотел, чтобы евреи подчинялись Аллаху. Другими словами, не только, как мы говорим, сегодня говорим о том, что наш Бог, это Бог Авраама, Исаака и Якова, то Мухаммед, он начал предлагать им, что они подчинялись Богу, Аврааму, Измаилу, Исааку и Якову. Вы заметите разницу, в том, что здесь добавлено слово «Измаил» или имя «Измаил». Тогда еврейский народ отказался ему, и это было естественно. Мы всегда знаем о верности еврейского народа, в том, что они никогда не поклоняются другим богам или другим богам. И поэтому с этого момента Мухаммед принимает серьезные решения, и он объявляет, знаете, что евреи и христиане это его враги или враги мусульманского мира или мусульман. И сразу мы увидим, он принимает серьезные решения, и мы увидим, что Мадина, это было в 622 году, Мухаммед убивает 900 евреев. среди них были и дети, и женщины, и некоторые дети, и женщины, просто он их берет как в рабство, он их предает. И это действительно показало на то, что он просто объявляет вот это, как, знаете, ненависть серьезная к еврейскому народу. Он становится не просто как пророком, как он называет себя, пророком мира, он становится главнокомандующим, он становится руководителем армии, начальником армии, который не просто несет какое-то послание по его словам, но послание мира, шалома. Он начинает нести меч и убивать всех, кого не хочет, или тех, кто не хочет принять его как пророка. Мы знаем в Коране больше чем, более чем 60 мест с Корана написано о том, что насколько нужно и насколько важно участвовать в этом. Поэтому, когда мы говорим о священной войне или когда мы говорим о антисемитизме, то это обязанности каждого мусульманина. Я еще раз повторяю, это обязанность каждого мусульманина. Каждого мусульмана или каждый человек, который принимает Мухаммеда как пророка. Вы можете мне сказать, да нет, не может быть, мы можем сегодня жить в разных странах, особенно в европейских странах, где мусульмане живут нормально, общаются, когда мы не говорим просто, как знаете, когда просто общаться. Мы говорим о серьезных вещах, в том, что когда идет вопрос серьезный, то что написано в Коране, то каждый мусульманин, он призван к тому, чтобы участвовать в священной войне или в антисемитизм. Мусульманин не может просто смириться с тем, что сегодня существует еврейский народ. Он не может с этим смириться, с тем, что еврейский народ имеет какую-то территорию себе или землю, или он может жить где-то в других местах. Поэтому это серьезный вызов. Это серьезный вызов для нас сегодня, даже как верующие, как христиане. В Коране очень много мест, как мы уже говорили, почти 60 и более мест написано о том, что это обязанность каждого мусульмана. Сам Мухаммед участвовал в этом 27 раз. 27 раз он руководил таких войн против народов, против евреев, против других стран, христиан, которые не принимали ислам. У него было всегда, это, знаете, с того момента, как они ему отказались, то оно пошло действительно немножко, не на другую, как, знаете, в другой, например, это совсем, совсем другой человек. Это совсем другой человек, который, он начал призывать к купицу еврейского народа и христиан. И до сих пор мы видим эти, знаете, эти действия в странах мусульманского мира. Кстати, хочу сказать сразу о том, что если вы думаете о том, что еврейский народ живет в некоторых странах или еврейские граждане живут в некоторых странах, где есть ислам. Да, они живут, но назовите мне одного еврея, который стал министром или одного христианина, который стал премьер-министром или президентом. Да, вы можете сразу называть Ливан, но, извините, там немножко другая конституция. там почти 50% христиан, и там немножко поделили власть между христианами и между мусульманами. Но в других странах вы не увидите, что христианины или евреи могут стать министром или могут стать премьер-министром. Каждый еврея, христианин, который находится в мусульманском мире, он платит выкуп за то, что он находится там, за то, что он там живет. В исламе это называется жизнь. Другим исламом это как выкуп за себя. У него есть другого варианта, нет. Или он должен принимать ислам, или он должен оплатить свой выкуп, оплатить свое нахождение там. Эта тема она очень общежная, она очень важная для нас сегодня. Очень важная для нас сегодня. Но при этом я хочу немножко также говорить о том, что почему началось или когда это все началось. Когда это все началось. Давайте мы немножко вернемся к тому, что написано в Библии. И давайте мы с вами откроем книгу Битье 12 глава. Книга Битье 12 глава написана в 3 стихе. Я считаю, что это здесь очень важный мест, который нам нужно немножко их обсудить. Почему вот эта ненависть пришла в сердце Мухаммеда, оно продолжается сегодня, все его последователи живут сегодня на основании того, что Мухаммед им предлагал. И то, что написано в Коране. То, что написано в Коране. Знаете, перед тем, как пойти дальше, я хочу просчитать пару мест из Корана, которые я просто их не считал. Просто хочу напомнить, потому что может кто-то нас будет смотреть, мусульмане, и скажет, где это написано в Коране о том, что нужно сражаться с евреями или с христианами. Если ты нас смотришь, я хочу называть пару мест, то, что написано в Коране. Я уже сказал о том, что эти места в Коране находятся около 60 мест написано в Коране об этом. Сура 8.40 написано «И сражайтесь с ними, чтобы не было искушений, пока не вся религия будет принадлежить Аллаху». Сражаться с кем? С ними. Сражаться с ними не только с неверующими или с неверными, а сражаться с евреями, с христианами. Пока не будет религии, вся принадлежит только Аллаху. Это призыв Мухаммеда. Представьте, вот это место или это место с Корана, которое только что считал, Мухаммед это использовал или он типа получил ее после того, как он убил 900 евреев. После того, как они отказались покинуть свои места, покинуть свои города, покинуть свое жилье. И дальше Мухаммед говорит, говорит он своим, своим последователям. Он говорит, он дал вам в наследие их землю, их жилище, их достояние. Аллах на всякие вещи мощны. Другими словами, он призывал своих последователей в том, чтобы они убивали. Он этим местом Корана получил их от Аллаха и оправдывает свое действие, и оправдывает того, что он рил большую яму посреди города, и чтобы, извините меня, на самом деле так это произошло, что он их просто выкопил, всех третьих 900 бросил туда, в эти ямы, и некоторые из них были живыми. Оправдывает свое действие, и после этого он им говорит, своим последователям, вам дано в наследие их земли, вам дано в наследие их жилища, вам дано в наследие их достояние, богатство, поэтому берите их и наслаждайтесь. Это написано в Коране 40, 33, 27, я повторяю, это 48, 40, 40, 33, 27, найдите Коран, найдите Коран. На самом деле, я вам скажу сегодня, многие мусульмане, даже не знают, что написано в Коране, они просто, они живут эти ненависти с самого детства, и скажу серьезно, я когда-то жил сам в этой ненависти в самом детстве, только когда я родился, но когда я принял Иисуса Христа, когда я принял и покаялся, я имею честь сегодня находиться среди моих братьев, с моими братьями евреем, для меня это честь сегодня, я еще раз принимаю, знаете, это виза всегда, и каждый день, я не переживаю, не боюсь, говорит об этом открыто сегодня, что еврейский народ, это мой брат, и знаете, это не мой брат, который младше только, это тот мой брат, который Бог заключил с ним завет, и через него я получил спасение, через него получилось спасение, и поэтому еще раз смело говорю всем евреям, которые были в моей жизни, которые есть сегодня в моей жизни, я хочу еще раз перед вами сказать, простите меня, как, знаете, от лица всех арабов, от лица всех, не знаю, тех, которые, принялись из Христа сегодня, которые, не открыто для них сегодня, значение еврейского народа, я прошу вас прощение, может от меня вы что-то когда-то что-то слышали, может с моих уст что-то вышло, и может и не может, на самом деле выходило некоторых моментов, и за это я хочу просить прощения у всех у вас, особенно я уже говорил о том, что у меня действительно прекрасные отношения со многими людьми, и я очень благодарен моему раввину Давиду Шнайру, его жены Лисли, Александр Бапазов, его кстати жена Асара и многих людьми, даже с некоторыми людьми, которые я работал как спевак Александр, и я имел с ними прекрасные отношения, что-то происходило в нашей жизни, и где-то мы сегодня может находимся в разных местах, и у всех у вас спрошу прощения, и как человек, и как христианин, и как человек, который принимает, и принял, и принимает сегодня действительно на полноте то, что Бог приготовил для нас всех через этого давайте дальше пойдем, книга Петье, 12 глава, написано, я не буду считать все, я буду считать сами главных места, которые я считаю очень важны, для того, чтобы понять, почему у Мухаммеда или мусульманских, у мусульманных сегодня возникло, ну не только сегодня, скажем так, полторы тысячи лет назад, возникла вот эта серьезная ненависть, и сегодня стало может быть еще больше, больше, чем было тогда, давайте просчитаем, книга Петре, 12 глава, написано, когда Бог говорит Аврааму, и благословляю, я произведу от тебя великий народ, и благословляю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты благословение, третий стих, посмотри, что написано, и благословляю благословляющих тебя, и засловящих тебя прокляну, и благословляются в тебе все племена земли, я хочу, чтобы вы обратили внимание на эту фразу, и благословляю в тебе все племена земли, запомните эту фразу, потому что будем немножко о ней говорить чуть-чуть, 15 глава, давайте подкроем 15 глава, если вы со мной, открывайте, пожалуйста, 15 глава, или просто слушайте, что здесь написано, мы видим здесь ситуацию, когда Бог общается с Авраамом, но Авраам ему говорит, что у меня наследника нет, и его распределитель в доме его, он будет его наследником, 3 стих сказано, и сказал Авраам, вот ты не дал мне потомство, и вот домочадец мой, наследник мой, смотрите, 4 стих написано, и было слово Господа к нему, и сказано, не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресел твоих, будет твоим наследником, очень важно, чтобы понимать то, что здесь написано, о том, кто произойдет из чресел твоих, будет твоим наследником, Бог очень ясно здесь говорит, но Аврааму это может быть не до конца было ясно, открыто, в 16 глава написано, я буду очень писанко просчитывать все. Опять-таки, если у кого-то возникнет вопрос, я всем сердцем готов ответить на всех ваших вопросов, насколько я это смогу сделать. 16 глава 5 написано, пару месяцев, написано, но Сара, жена Авраама, не рождала ему. У нее была служанка египетянка именем Агар. И сказала Сара Аврааму, вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей может пить, я буду иметь детей от нее. Авраам послушался славу Саре. Слово, которое здесь сказано, оно очень сильно влияло на действие Авраама. Какое слово, какая фраза? Сара говорит Аврааму, Бог заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Другими словами Авраам говорит, слышит слова от его жены, что Бог не дает мне рождать. У меня уже как возраст, и он заключил. Авраам до этого слышит от Господа о том, что он дает ему наследник, от чрева его. И Авраам принимает слово Сара, которое она ему говорит, что возьми служанка мою, чтобы я имела детей от нее. и Авраам это делает. Я не буду читать эту историю дальше, но смотрите 12 стих, что написано в этой же главе 16. После того, как мы видим историю, как Агар начинает возгорделась тем, что она стала беременная, и запомните, вот просто заметить, она начала возгорделась. это один из первых приблизников, знаете, ненависть, которая начала происходить, или я бы сказал, знаете, мы уже сегодня говорим антисемитизм, тогда еще не появился Исаак, но это уже знак гордины, знак того, что я уже имею то, что ты не можешь иметь, я уже имею то, что ты должно было иметь, но при этом мне сегодня будет хвала от Авраама, не от тебя. И мы видим это гордины. Смотрите, что дальше Писание говорит. После того, как она уходит оттуда, один из стих Писаний говорит, еще сказал Иоанн Господний, вот ты беременна и родишь сына, и начнешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое. Заметьте, 12 стих, что написано. Он будет между людьми, как дикий осел, руки его на всех, руки всех на него жить будет он перед лицом всех братьев своих. Очень важны пару вещей, которые я хотел, чтобы вы это увидели. Смотрите, здесь написано о том, что я объясняю причины вот этой ненависти, причины, которая проявилась у Авраама, вот эта ненависть к еврейскому народу, ненависть к тому, что они имеют, почему вот этот антисемитизм, почему вот эта священная война, которая сегодня, она ежедневно, кстати, она не закончилась, она никогда не закончится в их понимании, пока не будет вся религия, принадлежит только Аллаху, и пока не будет захвачена вся территория, вся территория, все, что принадлежит еврейскому народу, это по закону ислама, еще раз, я говорю, все, что принадлежит еврейскому народу, по закону ислама, оно должно принадлежить именно им, мусульманам, я имею ввиду. Поэтому пока это не случится, священная война, она никогда не закончится. Не закончится. Есть, конечно, одна смелость и вера, пока все мусульмане не принят Иисуса Христа как Спасителя. И дальше Писание говорит, я еще раз повторю, он будет между людьми, как дикий осел, руки его на всех, и руки всех на него жить будет перед лицом всех братьев своих. Знаете, здесь сказано очень серьезное порочество Измаила. Если мы сегодня видим, где живут дети Измаила, мы увидим, что они живут вокруг Израиля. Но важно, чтобы вы увидели одно, он будет как дикий осел. Смотрите, руки его на всех и руки всех на него. Вся влияние арабского или мусульманского мира, оно влияет почти на весь мир. И весь мир почти влияет на арабский мир. И мы видим вот это взаимное влияние друг на друга. Но не это хочу сказать. Но я хочу сказать к тому, что здесь не написано о том, что Бог произойдет от него народе. Это очень важно. Я открою еще немножко. Он не будет, Измаил не будет благословения для всех народов, как Бог сказал Аврааму. То описание, которое мы только что просчитали в 12 главе. Здесь не написано, что Измаил или в Измаиле благословляются все народы. 17 глава. В 17 главе здесь написано. Дальше Писание говорит, что когда было Аврааму 90 лет, и Господь явился Аврааму и сказал, «Я Бог всемогущий, ходи перед Мною и будешь непорочно». Смотрите, 2 стих. «И поставлю завет Мой между Мною и тобой, и весьма-весьма размножу тебя». И Павла в равное лицо свое. Смотрите. «Поставлю завет Мною и между тобой, и весьма-весьма размножу тебя». 4 стих. «И я вот завет Мой с тобой, ты будешь отцом множества народов». Он говорит ему, «Ты будешь отцом множества народов, не будешь больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам. Ибо я сделаю тебе отцом множества народов». Посмотрите, 6 стих, что написано, 6 и 7. «И весьма-весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произведут от тебя». Да, мы видим серьезные, как знаете, опещание Божие, оно как больше раскрывается, то, что было написано в 12 главе. И дальше Павла говорит. «И поставлю завет Мой между Мною и тобой, и между потомками твоими после тебя. Вроде их завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя». Дальше Павла говорит о Бризании и так далее. Давайте посчитаем дальше 15 стих. «И сказал Бог Аврааму, «Сару, жену твою, не называй Сарой, но будет имя ее Сара». Он добавляет еще одну букву, но это не просто одна буква, он просто дает ей больше обозначения, больше, как, знаете, он раскрывает то, что ее призвание. И дальше Писание говорит. «Я благословлю ее и дам тебе от нее Сина». Вау! Смотрите, просто очень важно, чтобы мы могли раскрыть вот это священная война, почему это причина. Смотрите, что дальше Писание говорит. «И благословлю ее и дам от тебя от нее, тебе от нее Сина. Благословляю ее и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее». Вот это 16 место, 16 стих, это то же самое, что написано в 6-7 стихе. Это то же самое, то обещание, которое Бог обещает Аврааму. Он говорит уже о том, что как он будет заключать завет. Не просто с ним, но о том, что именно Сара родит ему Сина. Именно от нее произойдет. Именно от нее. Но смотрите, что происходит дальше. Это просто прекрасно для нас сегодня, чтобы мы могли понимать. И знаете, я верю, что Бог, Он всегда раскрывает свои планы в нашей жизни. И нам нужно иметь терпение. Когда мы имеем терпение, Бог раскрывает эти планы шаг за шагом. Иногда нам не нужно спешить. Просто нам нужно взять вот эту паузу, как знаете, больше вникать в то, что Он обещал нам вчера, чтобы Он раскрывал нам свое слово. Дальше Иписание говорит, 17 стих. И пал Авраам на лицо свое и рассмеялся. И сказал сам себе, неужели от 100 лет не будет сына? И Сара 90 лет неужели родит? Смотрите, 18 стих. А что здесь произошло? О чем начинает Авраам просить у Бога? Послушай, до этого момента, в самом смысле, мне кажется, Авраама, оно было в том, что именно Измаил будет его наследником. Он готовил его, как наследником. Он готовил его, как, знаете, тот, который будет продолжать его миссии, или его, как знаете, через него произойдет, Бог с ним будет заключать завет. Но после того, как Бог ему говорит о том, что именно Сара, Бог даст ему сына от Сары, и с ним Бог заключит завет, и здесь приходит какое-то понимание или землетрясение в голове Авраама, и Авраам начинает просить у Бога. У него совсем другая молитва, у него совсем другая просьба. Он говорит, приходит понимание, приходит какая-то, говорит, Господь, я согласен, хорошо, без калипания, я согласен с тобой. Я уже понял тебя, но хотя бы, хотя бы, хотя бы, чтобы Измаил был жив перед тобой, перед лицом твоим. Он начинает просить у Бога Измаила. Бог, как смотрите на реакции Бога. В 19 стихе написано, Бог же сказал, «Именно Сара, жена твоя, родит тебе сына. Ты нарчешь ему имя Исаак, и поставлю завет мой с ним, заветом вечным, и потомство его после него. А об Измаиле, знаете, вот он еще раз ему говорит, смотри, Авраам, именно Сара, слово именно, вот смотрите, Бог ему больше дает ясность, больше, больше, как, знаете, чтобы, знаете, он больше направляет его взгляд к тому, что именно Сара, Абраам, именно Сара родит тебя, жена твоя, смотрите, именно Сара, вот это слово именно, дальше жена твоя, очень серьезный фокус, родит тебя сына. И ты нарчешь имя Исаак, и поставлю завет мой с ним, заветом вечным, и потомство его после него. Аб Измаиле я услышал тебя, вот я благословлю его, и возвращу его, и весьма-весьма размножу, двенадцать князей родиться от него, и произведу от него великий народ. Смотрите, еще раз, Ленин, давайте еще двадцать первых стих, и потом я объясню. И двадцать первых стих. Но завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебя Сара, все самое время на другой год. Что происходит? Измаил, как знаете, он начинает, знаете, по плану Божьей, он начинает, как знаете, он не находится в плане Божьем, он не находился и до этого плане Божьем. Это немножко, как знаете, желание было Авраама. Желание было Авраама, что, ну, все, он думал о том, что Измаил будет его наследником, но Бог ему здесь разъясняет, Бог ему здесь, знаете, он дает ему большее понимание. Он говорит, именно Сара, девятнадцать стих, именно Сара, жена твоя родит тебя сына. Ибо об Измаиле я услышал тебя. Другими словами, все, что Бог дал Измаилу, все, что Бог дал Измаилу, и все, что Бог дает сегодня Измаилу, это благодаря молитве Авраама. Это по милости Авраама. Это потому, что Бог имеет отношение с Авраамом. Это потому, что Бог опишал Аврааму. Это потому, что Бог никогда не лгал Аврааму. Он ему сказал об Измаиле, «Я услышал тебя, я произведу от него великий народ». Но не сказано дальше. И через эти народы благословляются другие народы. Он просто ему говорит, я благословлю его. Я произведу от него великий народ. Но завет мой я поставлю с Исааком, которого... Слушайте. Которого что? Родит тебя Сара. Сей самое время. Сей самое время. Сей самое время. Давайте будем дальше. Очень прекрасно то, что мы сегодня... Очень прекрасно то, что мы сегодня действительно разбираем эти места. Эти места очень важны. 21 глава. 21 глава. Давайте дальше посчитаем. 21 глава. 8 стих. Смотрите дальше, что Писание говорит. В Библии что сказано. Мы видим дальше, что Писание говорит о том, что когда дитя выросло, уже родился Исаак, и дитя выросло, и было отнято от груди. И Авраам сделал большой пир в тот день, когда Исаак отнял от груди. Увидела Сара, что сын Агарь, египетянки, которого она родила Аврааму, она смехается. И сказала Аврааму, выгоняй эту рабину сына ее, ибо не наследует сына рабине сей, сыном моим Исааком. И показалось это Аврааму весьма неприятным для сына его. Но Бог сказал Аврааму, не огорчайся ради отрока и рабине твоей во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо Висаке наручется тебе семья. От кого наручется именно Висаке? Я хочу здесь, от сына рабине, 13 стих, произведу народ. Не написано на роде, еще раз, народ, потому что он семья твое. Причина, еще раз, почему сегодня мы видим, знаете, арабский народ благословенный. Да, он благословенный народ. И по причине именно Бог обещал Аврааму. И по причине, что, и как здесь написано, потому что он семья твое. Это прекрасная причина. И не нужно искать других причин. Это не по причине завета. Это по причине благословения. Это по причине благословения. Знаете, что в Коране написано об этом? Написано немножко по-другому. Я сейчас вам кое-что просчитаю, что написано в Коране, но после того, как я просчитаю 22 глава Битье. 22 глава Битье написано. Второй стих. Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака. Что здесь написано? Написано, возьми сына твоего. И дальше написано, я не знаю, это как, знаете, раскрывает многих вещей. Единственного твоего. Подожди, Бог. А где Измаил? А где Измаил? Ну, Измаил же был. Он же родился. И он, кстати, старше, чем Исаака на 14 лет. А как это получается, что Бог говорит с Авраамом, а он ему говорит, возьми сына своего, единственного, которого ты любишь. Я понимаю, некоторые скажут, но он любил, любит Исаака, потому что написано дальше, которого ты любишь. А он что, не любил Исмаила? Он любил Измаила. Потому что мы видим, как он переживался за Исмаила. Но я хочу просто, чтобы мы понимали, в глазах Бога, в глазах Бога, еще раз, в глазах Бога единственного сына, которого родил Авраам, это был тот сын, который был от царя. Потому что именно с ним Бог заключил завет. Я не снимаю того, что Измаил не сын Авраама. Нет, он сын Авраама. Но в глазах Бога, для Бога очень было важно, не просто какого сына, но было очень важно, чтобы его слово исполнилось. А его слово заключалось в том, что именно от чреви Авраама, от чреви Сара родится сын. Именно от нее Бог даст сына, родит она сына Аврааму. Именно с ним Бог заключит этот завет. Именно с ним, именно с ним, не с Измаилом. Я хочу, чтобы вы поняли одну вещь. Есть разница между благословением и заветом. Бог благословил Измаила. Я могу в этом, как знаете, не сомневаться. Я это вижу своими глазами. И многие сегодня видят это своими глазами, что Бог благословил Измаила. Но Бог не только благословил Измаила Исаака. Бог заключил завет с Исааком. Другими словами, что я хочу сказать. Есть разница между благословением и между заветом. Когда Бог заключил завет с Исааком, Он заключил с ним завет вечным. И в нем находится благословение. А когда Бог просто благословил Измаила, Он с ним просто не заключил завет. Иногда, знаете, я могу, ну скажем, ну скажите, кто-то, кто-то может кому-то что-то дать. Но когда ты, знаешь, когда ты имеешь сына, ты напишешь свое наследство именно своему сыну. А кому-то другому ты просто дашь ему какое-то благословение. Ты просто дашь ему час того, что ты заработал. Просто это благословение, это просто дар, это подарок. А завет, это то, что уже после тебя, он будет всегда принадлежить тому наследнюю, к которому ты его родил. И это тот наследник, который Бог говорит Аврааму, что после тебя, после тебя, этот завет, после тебя, после тебя. В Коране же написано немножко по-другому. В Коране написано о том, что Авраам отдал не Исаака в жертву, а он отдал именно Измаила. Именно Измаила. Поэтому в Коране написано, написано согласно то, что написано в Коране, согласно арабскому приказу Аллаху Абрахим, привел Агар вместе с сыном Измаила в Мекке. Он оставил их в одной пустыне, и потом он постоянно их посещал. А в 37 сура, это в Коране, написано, и когда он достиг Измаил возраста, чтобы он уже начал, как знаете, работать со своим отцом, сказал ему однажды, Абрахим говорит Измаилу, «Ой, сын мой, поистине я вижу, что во сне, он говорит ему во сне, что во сне, что я даю тебе в жертву, приношу тебе в жертву Аллаху, и посмотри же, что ты думаешь?» И сказал ему, уже Измаил говорит Абрахиму, «Ой, отец мой, делай, что тебе повелено, делай то, что тебе Аллах повелел, найдешь ты меня, если пожелает Аллах». Другими словами, ты увидишь мое смирение, если в этом пожелает Аллах. И когда, знаете, просто они пришли, чтобы отдать, в тот момент взывали мы к нему, «Ой», это когда Авраам принес Измаила, и тогда ангели начали взывать к нему, к Аврааму, «Ой, Абрахим или Авраам, остановись, остановись, не делай этого, действительно, мы признали твой сон, он истинный, это было так, и поистине мы тебя возграждаем, мы даем тебе награду, и поистине эта жертва, это истина во глазах Аллаха, явное испытание для тебя». И после этого говорит Коран, «Мы выкубили Измаила и дали другое жертву». Ту жертву, которая сегодня часто ее приносит, когда паломничество Мекке, это когда они приносят барана. Друзья, к чему я это все говорю? К тому, что причина священной войны между арабами и евреями, она идет война за первородство. Идет война о том, кто Бог, с кем Бог заключил завет. Это был Измаил или это был Исаак? Я скажу смело, это был Исаак. Это был Исаак. Поэтому, когда Мухаммед хотел, знаете, он пытался все это изменить. Не получилось у него. Когда он пытался все это изменить? Когда он хотел, чтобы его поддержали. Но они его не поддержали. Вы скажете, «Измаил знал об этом?» Да, он знал об этом. Я думаю, что по моему пониманию, по моему исследованию Библии, я понимаю, что Измаил даже где-то смирился по детям. Мы видим это в 25 главе Петье. Написано, когда Авраам умер и скончался Авраам, это 8 стих, и умер в старости доброй. Написано, что «И погребил его Исаак и Измаил, сыновья его». На Востоке, вы знаете об этом тоже, как и я, если вы не знаете, просто если человек умирает сегодня, то его сегодня надо похоронить. Если мы увидим здесь, что его похоронили именно Исаак и Измаил, другими словами, Измаил, он находился не так далеко. Он находился в расстоянии, не так далеко, потому что ему надо было сообщить, чтобы он пришел. И он, другими словами, он находился недалеко от своего отца. Я верю в том, что в Писании до этого написано, что отдал Авраам все, что ему принадлежит кому? Исааку. Исаак получил все, что было от отца. И Измаил с этим смирился. Он понимал это все. Он понимал это все. Дальше Писание говорит очень много вещей. Знаете, я верю в том, что Мухаммед не мог с этим смириться. Мухаммед никогда не согласился с этим. Ислам никогда не согласился с этим, пока в своей религии не будет принадлежить Аллаху. Это, знаете, это визов для нас сегодня. Это визов серьезный. И нам сегодня больше, как не только в церкви, как и всех общин, мы должны больше понимать, больше говорить истинно Слово Божие, в том, что еврейский народ, он никогда не, знаете, Бог никогда его не оставил в сторону, сказал, что больше мне не нужен еврейский народ. Он был вчера избранным народом, он сегодня остался избранным народом. Он был вчера благословенным народом, через него благословляются все народы, так и сегодня остался. Дальше, перед тем, как закончить, я хочу, чтобы вы увидели, если, когда дальше Писание говорит, кому же Бог говорит о Своем благословении? В 26 главе мы увидим, давайте мы откроем 26 глава, это Исаак, 26 глава, 3-4 стих, мы видим уже, что Бог говорит про жизнь Исаака. Он ему говорит, «Странствуй по всей земле, я буду с тобой и благословлю тебя, и по тебе, и потомству твоему, дам все землю сей, исполну клятву, которой я клялся Аврааму, отцу твоему, умножу потомство твое, как звезды, не песни, и дам потомство твоему, все землю сей, благословляются всеми твоим, все народы земли». Бог повторяет такие же обещания, которые Он говорил Аврааму. Он начинает говорить об этом Исааку. Мы никогда не увидим, что то, что Бог говорил Аврааму, Он говорил об этом Измаилу. Мы никогда не увидим, что Бог благословляет народы, еще раз, народы через Измаила. Мы увидим только, что Бог дает ему благословение, и от него произойдет великий народ. Запомните это, в том, что Бог благословил Аврааму, благословил Исаака, и благословил Иякова. А когда я говорю благословил, Он не только благословил, еще Он заключил завет с Авраамом, с Исааком, и потом с Ияковом. Также мы увидим эти обещания, которые Бог обещал Аврааму, мы увидим это в жизни Иякова, 28 глава. Мы увидим это в жизни Иосифа, 48 глава. Мы увидим это в Моисея, Мы видим это в Давиде. Бог повторяет то, что сказал Аврааму. Я хочу вам сказать еще одно. Мы видим это сегодня в нашей жизни с вами. И благодаря той клятвы, которую Бог обещал Аврааму. А Бог обещал Аврааму не просто эту клятву. Он обещал ему через особенного народа. Это еврейский народ. Друзья мои, тема священной войны – это серьезная тема. Это не просто какая-то философия. Это не просто какой-то, знаете, просто диалог о чем это. Это жизнь. Это жизнь, в которой я сам лично это переживал. Я сам лично скажу вам о том, что я это сегодня даже где-то получаю от того, что у меня сегодня прекрасные отношения со многим моим братом и евреем. И я хочу еще раз сказать о том, что когда ты находишься на той стороне, где противоречит Слово Божие, то, что написано в Слово Божие, я имею в виду в отношении к еврейскому народу. Я еще не видел народ или страны, которые жили или благословляли еврейского народа, остались без благословения от Господа. Я знаю, и как вы знаете, все народы, которые когда-то шли против еврейского народа, они остались не в хорошем состоянии. А почему? Потому что Бог, Он всегда будет на стороне своего первенца. А первенец – это не Измаил. Первенец Измаил – это как, знаете, потому что он родился первым. Но если просчитать еще раз слова из Бога, тех, кто сказал Аврааму, именно Сара, именно с ним, с ребенком или с дитя, который родился от царя, будет Бог заключать завид. В глазах Бога первенец – это был именно Исаак. Еще раз хочу вам сказать и призываю вас к тому, чтобы мы сегодня все, и не только еврейские общины и церкви, мы находились в молитве, находились в состоянии бодрства, к тому, чтобы мы говорили истинно, что сегодня Бог никогда не оставил и не оставит своего народа, еврейского народа. И наша задача сегодня, как церкви, как пасторя, как священники, не просто, как, знаете, считать Библию, не просто говорить, ну, еврейский народ когда-то, все, сегодня Бог дал нам, мы уже нет ни иудеи, ни язычники, уже нет ни женщины, ни мужчины. Да, аминь. Мы все равны перед Богом. Но в другом есть избранный народ. Это еврейский народ. Хочу еще раз благодарить всех вас. А я благодарен еще раз всем моим братьям и сестрам. Еще раз использую такой момент, сегодня прекрасный момент, чтобы я мог даже сказать благодарность тем, кто когда-то посеял в моей жизни. Еще раз, я никогда не забуду то, что в моей жизни есть такие прекрасные сегодня братья и сестры, которые я сегодня с ними общаюсь почти, ну, каждый день. И также те люди, которые когда-то были в моей жизни, которые я хуже называл. И, знаете, ваше влияние в моей жизни, оно действительно имело большой-большой плюс. Я благодарен Богу за вас, за то, что вы были. Я молюсь о вас. Еще раз хочу всем сердцем сказать вам спасибо. Если было что-то с моей стороны когда-то, я хочу просить у вас прощения лично. У Давида Шнаера, у Александра и всех, кто меня видит сейчас, я готов всегда встретиться. Если даже лично вы хотите, чтобы мне что-то сказать, я готов услышать. Если вы не знаете мой адрес или мой телефон, можете всегда прощаться, и я буду рад с вами общаться. Будь Господь вас благословит, любим мы вас, да благословит Бог вас, и еврейского народа. Мир тебе, Иерусалим! Громко нам нужно это говорить. Громко, громко. Да благословит вас Бог! Субтитры подогнал «Симон»